Привет, Сири. Позвони брат. Обычная спонс... Попал мне вызов, брат. Айфон. Овца. А, мне сейчас брат прибьет. Я ему с такой ночь звоню. Подожди. Привет, Сири. Позвони брат. Обычно я использую AirPods второго поколения для телефонных звонков. Ну а для прослушивания музыки использую AirPods Pro. Стоп, игра, стоп, планета. И не бодрит веврань, меня не греет лето. Я тысячу раз клянусь к тебе. Я не вернусь на тысячу первый раз. Нарушу все запреты. Я смеюсь, ты танцуешь снова одна. Меня кружит, целует эта метень. Я не пьян, так рубит адреналин. И не радует меня этот концерт. Ну что, привет, друзья. Как вы уже поняли, я использую двое наушников AirPods второго поколения и Pro версию. Я неоднократно говорил, что много наушников AirPods не бывает. Но они офигенные. Есть AirPods от Apple и другие наушники. Поэтому я тут задумался. Надо обновить модельный ряд. Не, нет. Третьи вот эти, которые сейчас вышли, они ни о чем. По сути, версия AirPods Pro как вторая. Только без этих амбрашюр. Ну, не более, не менее того. Уших я точно не возьму. Но я возьму кое-что другое. AirPods Max. Штука достаточно интересная. Я давно думал, какой цвет выбрать на сайте, представлены различные цвета. Но я остановился на классике. Белом цвете. Ну, он актуален во все времена. И давайте сейчас распакуем. Посмотрите, какая огромная коробка по сравнению с этой версией и с этой версией. Здесь, смотрите, уже есть хвостик. Давайте привычно потянем за него. Фольга, еще никакой экологии. Apple не заботится. Непонятно, почему они не приведут все коробки вот эти к единому стандарту. Сделали бумажки, значит бумажки, а не пленки. Ну, либо везде пленки, но главное с хвостиками, потому что они крайне удобны. Так, коробка слегка помята, но не важно. Давайте смотреть, что там внутри. Так, так, так. Блин, прям я в предвкушении. Что же внутри коробки? Это они. Посмотрите, как запакованы. Выглядят крайне достойно. Тут сколько всего. Смотрите, сами наушники. Тут уже в кейсе они. Сейчас проверим. Так. Тут у нас, как всегда, макулатура. Это версия для Америки, поэтому здесь ни слова нет на русском языке. Или может все-таки есть? Сейчас посмотрю быстренько. Не, не, я оказался прав. Поверьте мне на слово. В американской версии наушников ни слова нет на русском языке. Но стоят, зато они дешевле. Так, это в сторону нафиг. Тут еще идет в комплекте кабель Lighting на Type-C. И больше ничего. Все. А вот они сами наушники. Все в такой фольге. Блин, уже порвал что-то. Как тут делается-то? А, ну все вот так, по-модному. Смотрите, пленка какая-то, такая типа а-ля фольга. Так, и как тут дальше? Как же дальше? Ни разу еще не распаковал данные наушники. Поэтому вы все это видите впервые. Вот так я варварски. Какая-то прослойка. Ладно, это в сторону. А вот сами наушники. Смотрите. Это чехол. Чехол тут, смотрите, написано. Decided by Apple in California. Assemble in China. Такой он прорезиненный. И вот они сами наушники. Смотрите, тут тоже такие штуки. Ну, чтоб все было. И вот они сами. Смотрите, какие клевые, а? Хоба. Уже что-то пишет. Там почему-то подключается. Блин, ну выглядят они, конечно, так солидно. А эти штуки как-то... А, вот они на магнитах. Посмотрите, эти амбрашюры. Они стоят там что-то по 8 тысяч, что ли, вот за такую штучку, за комплект. Ну, со временем, наверное, пачкаются. Ну, пофигу. А то, смотрите как. Я особо не слышу. Они подавляют шум уже сейчас. Или как я их тут одел? Так. Или так. Это чехол для переноски. Ну и все. Так. Нужен iPad. Ну, чтобы на iPad все это затестить. Сейчас. Just a moment. Секундочку. Припру iPad. Айпад. Ну, так вот. Вот припер я iPad. Сейчас попробуем с ними синхронизироваться. Так. Предложит он сразу или не предложит? Прям интересно. А тут подписано текст, где левый, где правый. А то я как колхозник тут, не разобравшись. Или вообще пофигу. Ну, ладно, пофигу. Одеваем. Секундочку. Так, захожу в Bluetooth. Может здесь они есть. Тут какие-то регулировки должны быть. Наверное. Ну, инструкцию же кто из нас читает? Правильно? Никто. Так. Ну, смотрится стильно. Да, Егор Кириллович? Стильно смотрится? Мой ассистент мне машет, что типа все круто. Во-во, и уже говорит. Ну-ка. Создать. А, это не то. Так. Так, это не то. Чего? Ну, как они? Почему автоматически ничего не происходит? Может быть они разы... О, нифига себе! Смотрите! Он пишет, временно подключиться или постоянно? Вот, уже интереснее подключиться к iPad. Удерживайте кнопку. Давайте удержим. Нажмите и удерживайте. У, нифига, какое шумоподавление. Ну-ка. Ну, нажал и удерживаю. И что происходит? Пока ничего не происходит. О, подключение, анимация, 34%. Сейчас буду слушать. Так, музяку. Не, ну так громко. Так. Я понять не могу, где лево, где право. Ну, не, ну вроде вот так. А, вот, смотрите, тут прям вот так вытягиваешь, и они вытягиваются по голове. Итак, чего? Поехали. Включаем и в пляс. Может завтра, может через месяц Перестанешь ты ко мне ходить Ну да, наплясались от души. Подписывайтесь на канал, с вами Кирилл. Дальше будет интересней. И так же забыл вам пожелать. Офигенные вам музыки, классных гаджетов и всего самого доброго. До скорых встреч. Кстати, а убираются они в коробку? Следующим образом, вот эта штука разворачивается вот так. Пахнет какой-то резиной, блин, как будто дешевый пластик. Чего-то как-то, ну не знаю, вот так, смотрите, хоп, здесь ноля на магните, так, чик, и потащили, потащили. А потом так, хоп, достали, и опять слушаем музыку. Кстати, я использую сервис Apple Music для потоковой музыки.